29 июня 2020 года начать сегодня я хочу с небольшой прогулки и очень большой новости наше семейство в этом году летом переезжает на очередную съемную квартиру ура мы нашли мы нашли новый съем наш хозяин продает квартиру где мы живем сейчас скоропостижные неожиданно поэтому нам пришлось быстренько поискать господь помог мы очень быстро нашли новый съем при том в этом же самом районе правда к сожалению немножко дороже чем предыдущие цены растут но тем не менее мы остаемся в нашем райончике абутор и вот сейчас мы с моей 3 по счету очаровательной девочкой по имени руд отправляемся к нашей новой квартире там где мы будем жить конца июля месяца 30 июля у нас заканчивается договор значит 2 августа мы должны будем переехать и вот естественно всегда большой вопрос это мебель какая-то мебель у нас есть своя но если честно ее очень очень мало и она очень очень старенькая поэтому у нас было в планах снять чего-нибудь с мебелью ну или каким-то образом подкупить что-то и мы конечно честно говоря думали про со вторых рук естественно потому что откуда у нас такие большие деньги чтобы покупать все новое и вот так господь послал что та женщина которая живет в нашей квартире сейчас в нашей новой квартире а уезжает на север а там у них и дом есть и мебель есть соответственно всю свою мебель они продают она конечно старенькая но вполне в приличном состоянии и вот мы сейчас срут идем отдать денежку за нашу новую мебель это получилось очень выгодно потому что примерно в половину дешевле чем если мы покупали новое но и вполне даже очень симпатичненько так что вот таким образом мы слава богу очередной раз как-то выкрутились из нашей непростой финансовой ситуации ну а заодно пока мы идем мы вам немножко показываем наш район абу тор вот эта улица нашего района абу тор идет фактически по границе когда-то это действительно была граница между двумя государствами по левую сторону находился израиль а по правую государство и ордане так было до 67 года и вот и сейчас по правую одну сторону это уже арабская деревня то есть там живут преимущественно арабы однако на этой улице тоже дома смешанные здесь есть и арабские дома и дома израильтян и в основном здесь все живут тоже на съеме вот так же как и мы но стоит только разница что здесь в основном снимают сотрудники оон посольств всяких консульств то есть много англоязычных очень людей и соответственно вот здесь живет немало друзей моих деток и одноклассников тут живет наша подружка из школы она в мартном классе ее зовут талянь у него есть большая и добрая собака и собаку зовут дагаб собака не очень такая знаешь воспитанная да ну она очень добрая и золотая и так мимо дома доляль мы подходим замечательной лестнице с которой открывается дух захватывающий вид это вид на западный русалим на старый город вот мы впереди видим с вами пирамидальную башенку такую храм с куполом в виде пирамиды это дермицион место успения богородицы рядом колокольня это место где был дом каиафы и где петр отрекся от спасителя поэтому там на вершине петушок но нам сейчас его не видно а мы идем по лестничке вниз вот это знакомая собачка амиго который всегда облаивать тише расшумелся лестница привела нас к улице которая идет через весь район абу тор через арабскую деревню через еврейскую часть района и выходит она на улицу дерахеврон улица который соединяет старый город то есть по сути центр города с вифлеемом нам нужно спуститься еще ниже мы теперь будем жить в нижней части района абу тор практически напротив сиона так что поэтому продолжаем идти вот по этой очень симпатичной улице здесь замечательные сосны по правой стороне парк который мы сейчас вам тоже мельком так покажем немножко по дороге нам встретились любимые голубые цветочки и вот так прилепить на волосы вот так получается между улицами такая замечательная дорожка хотя сейчас уже все сухое но все равно ощущение такое немножко лесное и вот впереди это агава кактус вот так у нас агавы растут при дороге на пустырях везде собственно говоря создают такой очень своеобразный колорит местный иерусалимский можно в нашем районе сохранилось довольно много старинных арабских домов вот такие дома построенные полностью из известняка по старинной еще технологии прошлого века в нашем климате замечательные потому что в них очень прохладно летом и тепло зимой но к сожалению старая канализация конечно и если в таком доме квартира еще и отремонтированная с новыми всеми там трубами и всем прочим конечно это очень очень дорого будет стоить так что мы будем жить в доме более новым и современным вот такие у нас местами крутые улицы попадаются иерусалим горное место и мы уже совсем недалеко от нашего нового дома ну вот мы уже почти подошли к нашему дому где будет наша новая квартира к сожалению пока не можем показать вам что внутри потому что там живут другие люди это не очень удобно но как только мы переедем мы конечно обязательно покажем вам наши новые обиталища да и вообще я думаю что в процессе переезда мы будем все-таки выходить в эфир несмотря на то что это будет немножко сложно и будем вам потихонечку рассказывать какие-то интересные вещи ну вот такие у нас дела теперь вы все про нас знаете переезжать нам где-то еще недельки через три а значит будем прощаться с нашим вот этим садиком к которому уже и мы конечно привыкли да и вы наверное привыкли да по моим видео но на новой квартире у нас тоже будет садик да еще и с видом прямо на гору сион правда он будет немножко меньше этого и другой но зато не общественная территория как здесь а прямо на что есть мы будем из детской комнаты попадать прямо в сад который как бы принадлежит вот нашей новой съемной квартире а как вообще интересно вы относитесь к переездам может быть кто-то из вас из семьи военных например и тоже много в своей жизни переезжал да и знает что в любом переезде есть и положительные отрицательные стороны ну о том что один переезд равен двумя пожаром я думаю что все знают и тут говорить уж не о чем а вот о пользе переезда я хочу поговорить такой вот знаете ли позитивный взгляд на эту большую проблему да получить но во первых конечно в процессе переезда можно избавиться от кучи кучи лишних вещей в этом конечно очень большая польза потому что если живешь на одном месте ты уже как-то срастаешься корнями с этими вещами вещичками вокруг тебя и вроде как выбрасывать рука не поднимается а при переезде хочется как-то поменьше таскать поменьше паковать и поэтому с легкостью ты все выбрасываешь ну и вообще вот это чувство что ты переезжаешь в какое-то новое место чувство какого-то обновления своего рода начала новой жизни да дает кураж необходимую смелость выкидывать все безжалостно особенно все чем в общем-то не особо пользовался последние ну так скажем честно пару лет да то есть явно это уже и не пригодится кстати есть замечательный анекдот насчет греха лихаимства который мне рассказал нынешний владыка сергий бывший игумен сергий когда он жил у нас в иерусалиме я очень люблю эстонию и люблю эстонцев этот в этом анекдоте главный персонаж это эстонские крестьяне но как известно эстонцы отличаются действительно большой очень бережливостью и хозяйственностью и вот анекдот этот звучит так эстонский крестьянин едет на своей телеге по сельской дороге и видит что посреди дороги лежит сухая коровья лепешка он останавливает телегу обстоятельно выходит смотрит на лепешку и говорит пригодится и забирает ее кладет к себе в телегу проходит ровно пять лет этот же самый крестьянин снова едет по этой же сельской дороге он останавливает телегу на этом же самом месте вынимает из телеги сухую коровью лепешку и кладет ее обратно на дорогу со словами не пригодилась но вот грехом лихаимства наверное все мы страдаем в той или иной степени да особенно женщины особенно хозяйки которым всегда кажется ну может быть на новой квартире эта вещь пригодится да а на самом деле конечно собираем всякий мусор кстати одежда тоже я очень много одежды обычно выкидываю время переезда потому что мне довольно много одежды и дарят и отдают и и детям да и чаще всего ношеные одежды но в хорошем еще так сказать состоянии вообще в израиле это принято мы обмениваемся одеждой мамы особенно все считают долгом детскую одежду не выбрасывать а так сказать передавать с рук на руки потому что стоит все новое достаточно дорого и особенно если вещички из хороших магазинов то конечно друг другу все это передается но а очень часто вот именно не пригодилась и соответственно потом надо это выбрасывать а жалко а тут переезд уважительная причина кроме этого каждый переезд лично для моей семьи это знаете такое чудо милости божией вот сколько мы квартир сменили и уже с рафаилом да с детками наверное это наш какой пятый переезд получается дали шестой пятый с моими родителями до этого тоже несколько квартир сменили и каждый раз ты удивляешься как господь утешает как он посылает что-то очень милое приятное вот например вспоминаешь свои прошлые съемы и всегда есть что вспомнить вот в той квартире помнишь какой у нас был милый балкончик а в той квартире помнишь какой вид был с балкона а в такой-то квартире помнишь у нас какой камин даже был на кухне в столовой это мы когда жили в рамоте снимали виллу одно время еще живы были мои родители не в столовой в гостиной в гостиной у нас там был даже настоящий камин и можно было его прямо по-настоящему топить мы ходили в лес собирали естественно дрова всякие ветки и иногда были упавшие деревья которые вовремя керенкаем это фонд который должен следить как бы за лесами не вывозил и соответственно мой муж с топориком ходил обрубал и мы топили зимой прям настоящий камин это было жутко приятно и вот так в каждой квартире есть что-то такое за что поблагодарить бога это удивительно потому что на самом деле ведь ты никогда не знаешь что ты найдешь в этот раз ты каждый раз такой вот как бы до квест такой вот сюрприз такая вот охота ты не знаешь что господь пошлет какую квартиру кроме того переезды иногда приносят замечательные новые знакомства вот о таком совершенно одном судьбоносном можно сказать знакомстве переросшем большую долгую дружбу я хочу рассказать вам сегодня это знаменитый уже в нашей семье повесть о холодильнике дело было так жили мы тогда в пизгадзееве небольшой такой съемной квартирке это еще было задолго до встречи с моим будущим мужем мы жили с моими родителями тогда еще маленькая трехкомнатная квартирка жили мы очень 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 бедно трудно папа тяжело болел тогда все время лежал в больнице сердце у него было больно и там еще куча всего и вот напротив нас прям вот через лестничную клетку квартиры напротив жила семейство такая женщина по имени една ее муж маленькие двое по моему деток и у нее был домашний детский сад мишпахтон у нас называется на иврите и вот каждое утро мы просыпались от тук 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 доброе утро привет сладенькая проходили вот так вот примерно 7 30 до 8 30 особенно было весело воскресный день когда мы-то возвращались после ночной службы на гробе господнем а в израиле воскресенье первый рабочий день недели соответственно родители в 7 30 уже тук 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 громкие возгласы в подъезде мы каждый раз просыпались думали а да 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 это кэдни детей привели а там еще вау а то что то не хочет идти в садик ну как обычно а вот и в общем вот это был так замечательно и вдруг однажды една постучалась к нам и говорит мой муж работает в министерстве иностранных дел каким-то там чиновником небольшим нас горит посылают работать на два года в словакию или словению что-то такое и мы тут уезжаем ягод квартиру сдаю но я распродаю мебель вам ничего не нужно играм да нет собственно вот она год а холодильник ягод продаю холодильник тут мы заинтересовались потому что холодильник у нас разумеется был но он был очень старый а ее холодильник когда мы на него посмотрели оказался очень даже симпатичный приличный на вид и вообще такой чистенький более новый чем наш и цена была очень очень такая добрая мы говорим слушай хотим вот холодильник мы заберем а холодильник кстати который был у нас это тоже была история очень смешная когда мы снимали квартиру то хозяин нам сказал только выгод извините там на кухне стоит холодильник я горит не знаю чей он это кто-то из жильцов забыл если у вас есть свой он вам не нужен но вы тогда грузчиков попросите вот чтобы они вам его вынесли но вот квартиру я сдаю как есть вот с этим чужим холодильник а у нас как раз никакого не было и мы жутко обрадовались и вот с этим стареньким потерянным забытым кем-то холодильником и благополучно прожили но он уже совсем был плохой а тут и одна со своим белым красавцем мы жутко обрадовались заплатили деньги она говорит но пока горит я же им пользуюсь этим холодильником я вот через месяц уеду а в квартиру придут новые жильцы но вот вы тогда зайдете и заберете а собственно что там забирать перекатить его через лестничный пролет ну в общем то да не дали через лестничную клетку простите это собственно говоря не трудно и доступно мы согласились проходит месяц мы слышим как там шуму и одни вещи носят выносит она уезжает все тишина и через пару дней значит заехали новые соседи но мы вежливо выждали денька два-три как бы ну дать им немножко расставиться разложиться как-то да и вечерком с моей мамой перешли на ту сторону лестничной клетки и тук 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 открывает очень милая такая голубоглазая приятная женщина явно русской наружности скажем тогда то есть свои своих там естественно сразу здесь узнаем мы говорим есть шаром и рифтов здравствуйте добрый вечер вы говорите по-русски на гряда мы говорим мы ваши соседи живем напротив ой как приятно приятно познакомиться заходите мы зашли а давайте чайку попьем а мы грим да ну собственно спасибо конечно вообще-то мы за холодильником наград за каким холодильником а мы грим ну вот и одна соседка она вот когда уезжала она нам сказала ага женщина а мы-то думаем мы въехали у нас холодильник свой тут какой-то холодильник стоит мы горь думали как это так безобразие какой нам свой даже некуда поставить короче на им забыла естественно об этом сказать ой ну мы посмеялись хозяйку квартиры звали оля ольга говорит давайте садимся чайку попьем да давайте пообщаемся короче засиделись мы до 11 ночи очень душевно пообщались еще раз посмеялись на всей этой истории с тем что мы она даже не знала что этот холодильник собственно наш и решили знать что мы зайдем через пару дней мы будем решать как его выносить через пару дней мы опять зашли тетя оля говорит о тут моя дочка пришла как раз из университета давайте познакомлю дочка оказалась почти моя ровесница в общем засиделись мы до 11 за чаем про холодильник мы забыли напрочь потом мы решили собраться в пятницу уже на нашей территории и мама моя сделала шашлык кстати знаете самый дешевый и вкусный способ жарить мясо на огне не тратясь там на свинину с говядиной мы тогда жили очень бедно это куриные крылья это я вам скажу вещь маринуешь их в майонезе с горчицей или в соевом соусе с селаном или с медом с солью и чесноком и потом это дело жарится на мангале мангалы в израиль у всех есть потому что у нас почти всех есть или балконы или какие-то полисаднички это очень принято да то есть это в принципе люди делают прямо на балконах обычно жарят мясо не надо для этого куда-то выезжать или выходить прям вот можно выходной день так вот и вот короче говоря мы такой теплой компании посидели потом собрались мы на следующую неделю и на после следующей потом моя мама познакомила наших соседей с текилой youtube меня сейчас не заметет за рекламу алкогольных напитков я надеюсь что нет я вам быстро скажу текила это вещь это мексиканская водка из агавы употреблять ее надо так ровно 30 грамм немножко соли и лимонного сока можно в чайную ложечку берется это в рот и запивается глоточком текилы голова ясное настроение во очень хорошая штука короче говоря о холодильнике речи уже не было про него забыли все давно и надолго но потом в какой-то момент мы все-таки наши веселые компании вспомнили ах да кстати холодильник ну решили все завтра мы себя возьмем в руки и точно вечером идем за холодильником уже на чай на тортик на текилу не соблазняемся пришли мы мужественно дотолкали всеми так сказать общими усилиями холодильник до двери кухни тут выяснилось что он собственно в кухонную дверь вообще не пролезает и как его в эту кухню поставили это вопрос абсолютно да как бы таинственный и загадочный холодильник просто не влезать вот никак вынуть его с этой кухни нельзя только если дверь разобрать тут конечно мы уже сели чай пить наверно так до пол первого пока мы обсуждали собственно что ж теперь делать так сопровождает и все еще всякими историями из жизни в общем на следующую неделю мы решили обратиться к соседу у нас внизу жил сосед сергей с сыном которые как мы слышали вроде бы работают в какой-то компании по перевозкам мебели что-то такое думаю может они знают и действительно пришел сергей тоже сперва чайку попил познакомились за одну ну как же сын такой у него тоже приятная жена потом его подошла тоже все чай попили вот и он посмотрел на холодильник и говорит ну что говорит его надо разбирать надо снимать дверцы и тогда в общем мы как-то попробуем его это короче прошла еще неделя там или сколько-то времени сергей пришел с инструментом и наконец-то мы сняв двери торжественно этот холодильник через лестничную клетку перетащили и получили его к себе в квартиру но главное мы получили друзей на всю жизнь в лице нашей дорогой тети оли ее замечательной дочки самиры самиры тогда уже встречалась с леней потом они поженились и мы были у них конечно на свадьбе потом них родился сын на тег на тоннель и моя мамочка покойная стала его крестное то есть наше знакомство холодильничное переросло в большую большую крепкую дружбу на много-много лет вот так иногда переезд обогащает до людей и дает тебе возможность познакомиться с новыми людьми и вот иногда это бывает такая даже вот дружба на много лет вот так интересно кстати вы потом что и квартиру уехали потому что скоро времени я своим мужем познакомилась потом уже мы поженились с рафаэлом переехали на другую квартиру всей семьей и наши милые соседи тоже переехали мы на съеме но они тогда купили квартиру неподалеку от той где мы снимали то есть вот так у нас чтобы не разбивать наш дружный коллектив мы даже жили по соседству но сейчас конечно все немножко по-другому самирушка уже много лет живет с леней с детками в канаде но мы переписываемся мы остаемся как-то на связи и когда два года назад она приезжала в израиль к маме то конечно они приходили к нам естественно в гости и мы очень уютно опять же сидели на нашем балконе так что вот такая интересная история вам но вот мои дорогие а я пока на сегодня с вами наверное прощаюсь мы будем выходить на связь как можно чаще выходить в эфир как можно чаще и надеюсь что наш переезд не помешает нам радовать вас новыми выпусками блога видео путешествиями рассказами и расстаемся надеюсь ненадолго храни вас господь